всем привет мои хорошие привет друзья у нас очень радостное событие вас уже 20 тысяч у нас уже даже пока мы решались долго снимали этот ролик уже даже перевалило за двадцатку за что вам огромное спасибо спасибо за то что вы с нами спасибо за поддержку спасибо за то что доверяете нам ну и мы приступаем к первому этапу восстановление нашего каравана мишустик что ты делаешь пытаешься исправить кран как же он так раз а то ты все это уберешь говной палки мы тоже делаем из говна и палок только немножко лучше ну мы экономим потому что как бы лишних денег все равно тоже нет поэтому нашли вот такой старый кран ну может быть он не в идеальном виде но будет смотреться лучше чем вот это однозначно я думаю может быть потом новый купим сейчас вот этот кручу мракобесия алексей прости ломаю твои труды может они алексей тел нет он сказал что это он ну пришлось горит не но идея в принципе неплохая немножко не доделал но спешил во-первых перед морем это все было а это он в этом году тел да это он буквально вот только-только свежачок привет не на самом деле я потом здесь переделаю я заклею внутри смысле заглушка где заглушка там все поставишь могу попробовать поставить заглушку почему попробовать знаешь и уже для и до раскурочил хорошо что мы новый кран не купили для твоих экспериментов ну да на самом деле ну и тогда не получится из говной палок надо нам же не нужно чтобы было сильно прям идеально ну идеальному сам уже не сделала пусть кран прикрутили как вы видите на стене остались от старого дырочки на боковой стене какой-то клей либо жидкие гвозди открутили розеточку ниша пока наверх и и спрятал сейчас буду облагораживать все это дело зашивать пластиком а потом будем думать куда поставить розетку мы сейчас экстренно стараемся привести прицеп порядок максимум пытаемся схватиться за все чтобы немножко облагородить и успеть пока тепло съездить наши области отдохнуть на пару дней в красиво гнуть место показать вам показать наш быт для нас это тоже еще секрет как это все будет а сейчас покажем что же мы здесь делаем а затратах на это все мы расскажем уже следующих роликов кухонные шкафчики у нас просто в отвратительном состоянии их видимо уже когда-то красили вся краска обшелушилась грязь позабивалась в общем выглядит все это ужасно я купила краску на резиновой основе для кровли цоколя фасада она супер эластичная как здесь написано и трещина стойкая попробую покрасить шкафчики посмотрим что из этого выйдет ну ложится неплохо даже в один слой любом случае это будет лучше чем сейчас не вот как выглядят у нас шкафчики под плитой я стенку уже покрасила вот смотрите как это выглядит все внизу ужас ну и вот что у нас получилось после окрашивания кухонных шкафчиков в два слоя вы сейчас будете в шоке пока миша на работе а я тут творю посмотрите сами обратно у пути нет надеюсь что это вторым слоем все перекроет этот синий ужасный цвет поддержите лайкосиками это все та же резиновая краска дело к ночи а я еще тут ну вот вы можете наблюдать первый слой и здесь уже покрашено два слоя как водюха сказал действительно двух слоев будет маловато но вы видите что все щели все скрылась однозначно так лучше и посветлее ну а там дальше видно будет уже приехал миша с работы я еще не закончила что-то сидит что-то ковыряет ковыряет красит ну посмотрим как третий слой нанесет я посмотрю но однозначно лучше чем была синяя непонятная в общем синяя и непонятная лучше так крестюша решила постелить все-таки линолеум хотя мне больше нравилось когда был ковролин как-то поуютней по-домашнему но она сказала убирать буду я поэтому пусть будет линолеум вот уже начала что-то нарезать нам да может быть с ковролинами и уютнее но с линолеумом проще убирать меньше пыли будет тем более мы же планируем на море ездить будет куча песка в прицепе поэтому я решила вот так вот торопиться уже темнеет линолеум купила запасом чтобы вот таким образом постелить фрундуках постельную белье мы конечно сюда складывать не будем но можно поставить воду в баклажках и какой-нибудь не очень тяжелый груз и вот так выглядит вот с другой стороны просто ужас сначала думала покрасить но не вижу смысла так как здесь очень много неровностей непонятно откуда постоянно берется пыль это все вы умывалось и вот опять все грязное сейчас помою постелю линолеум его по крайней мере можно будет легко протереть тряпочкой сегодня моя задача состоит в том чтобы под наши новые подушечки сделать площадочки то есть мы купили фанеру вместо 5 миллиметровой какая была с завода мы купили восьмерку ну чтобы была покрепче пожестче надеюсь ее крутить не будет от сырости и она будет нормально потом выглядеть но это только время покажет ну по крайней мере она уже ровнее и жестче маленькую часть я уже отмерил сейчас возьму циркулярку резать будут циркулярной пилой она тоже у меня где например до восьмидесятых годов то есть советская добротная сейчас только диск поменяют и будем все это нарезать допилили наши фанерки навесы будем делать уже попозже почему попозже кастюша уже рассказывала наверное мы собираемся на мини вылазку такую может быть немножко громко кричу после циркулярки вообще ничего не слышу и у меня в ушах просто был восьмерка повторюсь до 8 миллиметров вместо 5 ну сидится да она действительно жестче и как бы приятней вот завтра подточу уже уголочки все и все это от моем и в общем путешествие к маленькому мы готовы как вам мой потолочек мое искусство 4 слоя я говорила 24 ну получилось довольно таки неплохо пусть там все эти рельефы все равно видны ну белая лучше чем синяя кстати днем это не так видно когда включаешь свет ну понятно потому что свет у нас потолке и он светит тебе показывать неровности принесу светильник настольный чтобы не видно вы но если мы включим для центральной то не будет видно ладно я приступаю к поклейте жалюзи шторм да мы сейчас попробуем это сделать до нашей поездки осталось четыре дня нужно все закончить и мы сейчас поесть им жалюзи на термоклей и у нас будет время посмотреть отвалится если отвалится то придется прикручивать это фиаско будет братан грузия 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 лапузия вот так сейчас у нас выглядит наша кухонная зона миша решил поменять дверцы в шкафчиках обратной стороной желтый цвет ему был неприятен а так якобы выглядит построже естественно так оставлять мы не будем немного позже мы либо поменяем сами дверцы либо обклеим их какой-нибудь пленкой более приятный цвет ну вот мы повесили наши рулонные шторы заменили фанерочку на наши диванчики на фанерочка теперь у нас потолще чем прошлое было единственное попозже мы добавим еще петли но она даже не прикручена еще нет просто вот лежит потому что мы торопимся потом мы будем все это доделывать также нам заменили обшивку на наши подушечки но поролон при этом не поменяли хотя мы собирались но нам посоветовали что не стоит этого делать якобы поролон который был установлен у нас вот этот сорокалетний он лучше по качеству тем чем те которые сейчас да вот производят странно ну как то так перед отъездом мою панели одну помыл уже видно разница да то есть там просто ужас и это примерно вот недели за две панель превращается вот в такой вид сейчас по мою вторую поеду на работу а вечером мы уже отправляемся мы выдвигаемся в наше мини путешествие нашу первую поездку да в общем помчали поехали поехали и 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 Субтитры сделал DimaTorzok